Глобального влияния в мире за копейки. Блумберг оценил достижения Владимира Путина за 20 лет пребывания у власти. Одной из наиболее примечательных особенностей правления нынешнего президента стала его способность расширять международное влияние в России при копеечном бюджете, утверждает американское агентство. При Путине Россия укрепила связи с Китаем, присоединила Крым, переломила ход войны в Сирии, продала Турции, входящей в НАТО, за РКС-400, а также заключила крупные нефтяные и оружейные контракты союзникам США Саудовской Аравии. Но без развития экономики Россия не сможет сохранить эффект от этих геополитических побед, надолго отмечает политолог, президент фонда Новой Евразии Андрей Куртунов. Мне кажется, что если говорить о российской внешней политике, то Блумберг, наверное, во многом прав. Можно говорить также о специфике личностной дипломатии на высоком уровне, которая вполне удается нашему лидеру. Это также и акцент больше на жесткую, а не на мягкую силу. Учет формальных, неформальных, личных, институциональных интересов региональных игроков, может быть, в каком-то смысле готовность при необходимости закрыть глаза на какие-то сомнительные или неблаговидные действия своих партнеров. Здесь, конечно, Россия имеет объективные преимущества, но, конечно, проблема материальной базы на российской внешней политике остается. Мы видим сложность не только в том, что касается темпов экономического роста, но и в том, что касается способности или неспособности страны предложить интересную для других модель социально-экономического развития, способность или неспособность страны стать центром притяжения для своих соседей. Андрей Крутунов, кстати, в понедельник Крусстат сообщил, что уровень бедности в России в январе-сентябре 2019-го вырос до 13,1%, то есть на одну десятую больше, чем годом ранее. Реальные доходы населения России за пять лет упали на 10%. Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет, по данным Левада-центра, признанного в России НКО, иноагентам хотят эмигрировать, отмечает Блумберг. Политтехнолог Аббас Галямов считает, что за эти годы страна просто разучилась складывать деньги во внутреннюю политику. Я бы сказал, что Блумберг очень комплементарен по отношению к режиму. То есть, понятно, американцев наше внешнеполитическое присутствие волнует больше, чем наши внутренние дела, потому что они напрямую с нами сталкиваются, условно говоря, в Африке, в Сирии, в Европе. И поэтому они в первую очередь обращают внимание на то, как мы действуем во внешней политике. И поэтому они пишут о внешнеполитических успехах Путина. А для них наша внутриполитическая ситуация вторичная. Да, в России накоплен большой финансовый резерв, и бюджет, так сказать, пока не пустой. И теоретически эти деньги могут куда-то быть потрачены. Но эффективность самого экономического механизма настолько низкая. Аббас Галямов. В свои итоги 20-летнего управления Владимир Путин планирует подвести в Кремле, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В январе на президентском сайте появится раздел «Путин. 20 лет», где будут собраны архивные фото, символизирующие все вехи развития страны.